Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы разберем с вами такой аспект, который часто встречается в работе дизайнера и не только при создании документации, готовящейся к производству одежды. Это технологическая документация, ее еще иногда называют технической, и дизайн документации. Что же это такое? Я для вас приготовила эту презентацию с ознакомительной целью. К сожалению, сейчас нет жестких ОСТов и ГОСТов, которые бы регламентировали четко, что именно там должно быть. И это всегда зависит от того, где вы производитесь, какого цикла производства и, соответственно, что они от вас потребуют. Есть производства, которые требуют от вас все-все-все, есть производства, которые самые готовы разработать вам конструкцию, отградировать и так далее. И, соответственно, и объем документации, который вы будете отправлять, будет различный. Здесь я вам собрала такую небольшую теоретическую часть, чтобы посмотреть, кто чем занимается и как это все происходит. А потом уже покажу вам реальные примеры, которые из жизни. Техническая документация или, правильнее, технологическая, потому что, когда мы говорим по-английски, будет technical documentation, и ее часто переводят как техническая. На самом деле она как, ну, все-таки полная технология производства. Что это такое? Это документ, ну, чаще всего PDF, иногда в распечатанном виде, в котором собраны основные параметры, по которым вы можете произвести данное изделие. Притом, грамотно составленной технологической документации достаточно для того, чтобы от начала до конца произвести данное изделие. Там вся-вся информация вложена от того, какая ткань, какой размер, где что и куда и зачем. Занимается технологической документацией, как правило, не один человек, потому что это компетенция нескольких специалистов. Я выделила четырех, иногда это три, иногда это и пять. Дизайнер, конфекционер, конструктор и технолог. Еще иногда подключается продукт-менеджер, который тоже будет контролировать, смотреть количество и так далее. Но это уже не совсем включено в технологическую документацию. Он, скорее, будет больше работать с готовым документом. Так вот основные четыре действующих лица – это у нас дизайнер, конфекционер, конструктор и технолог. Давайте мы посмотрим, что они будут делать. И вот дизайн-документация – это то, что делает дизайнер. Ну, условно говоря, да, потому что очень часто, что вот эта вот функция конструктора и технолога, она дана производству. И будет только дизайнера давать. Я вам покажу примеры, как это выглядит, чтобы было более наглядно. Что делает дизайнер? Ну, в первую очередь, это технический эскиз черно-белый, ведь спереди, ведь сзади же, со всеми элементами, деталями, описаниями в реальных пропорциях. Особенностью технического эскиза является то, что вы его будете рисовать в реальной пропорции, на реальной фигуре, для того, чтобы это изделие максимально четко отражалось. Притом, это такой международный графический язык, который понимают все. И очень часто даже, когда вы отправляете куда-то эскиз, не будут читать описание, будут смотреть именно на эскиз. Если в описании написано одно на эскиз, другое, чаще сделают по эскизу. Поэтому это очень важно. Часть их надо аккуратно рисовать, нам все отстрочки, все кармашки и все. Вот всякие тени, красивости, туда-сюда – это не про технический эскиз, это художественный. Здесь конкретно, что в этом изделии, как оно сделано. Ведь спереди, ведь сзади, если нужно, ведь сбоку и дополнительные детали. Рисунок дополнительных элементов. Это может быть все, что угодно. Воротники, карманы, манжеты, капюшоны, внутренние подкладки, дополнительные съемные элементы и так далее. Но все на это мы прорисовываем детально схемы, для того, чтобы у нас это было визуально понятно. После этого эскиз часто делают в цвете, накладывая на него пример той ткани, того полотна, из которого оно будет сделано, накладывая рисунок. Это позволяет визуализировать наши с вами потенциальные изделия. Здесь есть одно маленькое «но». На экране вы это увидите, но очень часто на производствах есть только черно-белые принтеры. И поэтому очень важен именно черно-белый эскиз. А вот эта вся красота до них не доходит. Они этого с черно-белым принтером распечатали, и получается непонятная фигня. Зато когда они распечатали черно-белый эскиз, у них все распечаталось. Поэтому одно другого не исключает. Дополнили красивой тканюшкой, визуализировали, посмотрели как. Но черно-белый во главу. А также дизайнер у нас будет подбирать ткани, цвета, декоративные элементы, фурнитуру, цветониток и так далее. Формат этого подбора очень разный. От того, что вы собрали это все на бумажке, до того, что вы это оформили в большую таблицу. По-разному, в зависимости от фирмы, но это должно быть включено, и это делает дизайнер. Плюс ко всему будут описаны и показаны декоративные обработки, стирки, варки, которые будут. Как правило, это касается донима. Но бывают вещи, которые мы так будем стирать. Бывают какие-то постиранные, дополнительные пич-эффекты, выстильности, усиленная стирка, чтобы добавить эффекты сирсакера на швы. Много-много всего. Это тоже нужно прописать, что это должно быть сделано с изделием, чтобы оно правильно выглядело. Именно прописать. Схемы. Если у нас там трикотаж, паринты, какие-то жаккарды и так далее, это все должно быть обозначено и показано крупно. На некоторые производства требуется выдавать четкие схемы. Как правило, в формате BMP. На некоторые достаточно просто жаккардовых схем, в зависимости от того, что вы производите. Здесь, понимаете, нет такой вот прям единой системы. Потому что доним – это одно, трикотаж – это другое, нижнее белье – это третье. Там свои технологические особенности. И дизайнер, который работает с той или иной группой изделий, должен понимать эти технологические особенности. Может быть, не уметь делать их руками, но знать их и понимать, как они сделаны. Я, например, в профессии трикотажник. Хотя я работала с джинсами и с пиджаками, я их тоже знаю. Но вот когда мне там говорят, что здесь вот другое переплетение, у нас здесь машина не берет, я буду подстраиваться под них. То есть это всегда тоже диалог. Но вы должны понимать, что у вас попросят и для чего. Это ваша задача. Дальше у нас идет конфекционер. Иногда его куда-нибудь приплюсовывают. Могут приплюсовать дизайнеру, конструктору. Иногда это отдельная профессия. Там вот как повезет в зависимости от компании. Поэтому, но обязанности-то остаются, просто они куда-то потом рассасываются. Что он делает? Детально описывает фурнитуру, какая, какого размера, куда находится, где взяли, там, фирма, цена и так далее. Подкладки, ткань, клеевые, лейблы, упаковка. Вплоть до того, как должно быть упаковано наше изделие, где должен наклеен быть штрих-код, в каком месте. Это важно. Если мы, например, делаем обклейку для маркетплейсов, там есть свои параметры, какого размера штрих-код, где он приклеен. Вот это вот все туда вписывается. Какой пакетик силикогеля положить и как привязать лейбак. Вот. Даже вплоть до того, что у нас были случаи, когда делали схему, как нужно сложить изделие, чтобы убрать его в пакет. Ну, в общем-то, вот в таком формате. Опять же, как это будет делать, внешний вид и кто конкретно это делает, очень сильно зависит от, соответственно, компании. Делает это конфекционер или конфекционист. Вот их называют так и так. Следующий специалист, который вам будет необходим, это конструктор. Конструктор, ну, его основная задача, конечно же, разрабатывает лекало, но, как правило, у него есть еще некоторые задачи, которые он тоже делает. Он делает схему измерений и простраивает основу, вашу базовую фигуру, на которую будет строиться, и градацию по размерам. То есть, вот у вас фигура, например, L или 48-50 женский, и вот от него уже в разные стороны, как оно там будет. Это вот сюда смотрится, делается. Мы не можем с вами промерять изделие по лекалам. Но мы же не будем его распарывать, чтобы промерить готовую партию. Поэтому мы показываем, какие измерения у готового изделия должны быть во внешнем виде. Какая длина рукава, какая там ширина по груди, какая ширина лацкана и так далее. А как это измерить? Мы должны все мерить одинаково. Поэтому на нашем с вами техническом эскизе мы рисуем стрелки, показывая всем участникам процесса, как мы это будем измерять. То есть, если мы будем измерять длину, то мы будем от верхней плечевой точки вниз до определенной точки. И вот это вот в данной схеме мы закладываем. И, соответственно, прописывается таблица измерений по этой схеме. Ну, все кламограммные конструкторы знают, как это делать. Для того, чтобы можно было готовые изделия оценить на соответствие тому, что мы от него запрашиваем. Плюс ко всему всегда дается так называемая толерантность. Или то, насколько мы можем отступить. Где-то этот доступ может быть вплоть до сантиметра, да, варьироваться. Ну, как правило, по длине этот доступ дают. А в каких-то местах, там, не больше одного-двух миллиметров бывает отступ допустим. Ну, то есть, если они ошиблись, значит, они не соблюли наши с вами требования. После этого еще делается таблица градации по размерам, да, потому что там L – это одно, XXL – это другое, S – это третье. И, естественно, на все это нужно сделать градацию. Это вот такая абсолютно правильная конструкторская работа. Она не очень зрелищно красивая, да, но она важная, потому что люди разные, размеры разные, и это все нужно контролировать. Соответственно, она, как правило, выглядит табличками, а потом вот эти все таблички переносятся в лекала. Лекала в зависимости от того, как работает конструктор, он вручную или в сапре, какой у него сапр, и как он будет делать градацию методом превращения или параметрический. То есть, это все, там уже очень много требований. Плюс ко всему, к некоторым конструкторам предъявляют требования, чтобы делали раскладку. Не на всех фабриках есть оборудование, способное раскроить по раскладке, которую сделал конструктор. И не всегда конструкторы делают хорошую раскладку, иногда руками получается делать более экономно. Поэтому это такой большой момент вопроса в зависимости от того, с каким производством вы работаете. Так же, как и с градацией. Иногда отправляют схему градации, иногда отправляют готовые лекала с градацией. Вот рассказываю по максимуму, а как это модифицируется в каждой конкретной компании, оно очень-очень разнится. Вплоть до того, где фабрика. Я работала с разными, с китайскими фабриками, с российскими, вообще разные схемы работы. Сейчас покажу еще примеры после общего обзора, и вы убедитесь, что это совсем по-разному. Технолог. Что мы делаем? Описываем все технологические узлы, прописываем клеевые, ВТО, и поэтапное построение процесса производства с расчетом времени. Это уже делает технолог на производстве. Но это все у нас с вами должно. Вот по моей практике было, когда технолога приматывали конструктору, это была единая должность, технолога отдельного выделено не было. Есть когда отдельный технолог, что более правильно, потому что достаточно большой объем работы. То есть, тоже обозначая, что этот объем работы есть, кто его будет делать. Бывает по-разному. Вот. Вот это вот наш с вами объем, то, что у нас вошло в технологическую документацию. Дизайн документации – это то, что у нас с вами делает дизайнер. Вот, например, дизайн документации, она может быть коротенькой. Вот дизайн документации, да, вот такой джемпер с коротким описанием. Все. Вот они цвета. Это, кстати, реальный пример. Например, у меня четко были ограниченные цвета, их было два, розовый и зеленый. И нужно было вот создать джемпера. Вот этого было нам вполне достаточно для того, чтобы производство в Китае справилось с этим джемпером. Это вот полный дизайн документации. Бывает больше широкий дизайн документации, когда у нас с вами там еще, например, приты какие-то разработаны. И вот мы рисуем технический эскиз, заливаем его цветом, показываем, как на нем расположен принт, показываем, как этот принт расположен с разных сторон. Притом, как видите, здесь два принта, один рапортный, один купонный. Соответственно, описание там по цвету, какие сетки, какие дополнения. После этого подписывается, где что, да, что, куда мы какие вставляем. Это уже пример фотографии приблизительного изделия, на которое мы хотим, чтобы нам было интересно. Описание каждого принта. Как это будет делать, если здесь он рапортный, как они его должны зарапортовать. Здесь цветами, как он будет. Монорапорт вот этот. Соответственно, какие лейблы мы что куда повесим. Это вот дизайн документации. Только дизайнер это сделал. Здесь не участвует ни конструктор, ни технолог. И вот смотрите, что у нас в итоге получилось. Поскольку на производстве был конструктор, был технолог, они на себя это забрали. Конфекцион был вложен здесь. Видите, вот этот вот конфекцион, он был вложен здесь. Здесь прописаны составы, там данные понтоны, то есть он сюда вложился. Видите, как конфекционера и дизайнера схлопнули, а конструкторы и технологы отдали на производство. Вот этот пример. Это дизайн документации. Это была работа с Китаем. Пример работы с российским производством. Вот совсем недавно мы это делали. Здесь тоже такая документация. Ну, топорная, я бы сказала. На самом деле нельзя это сделать образцом, но так очень многие работают, поэтому хочу ее показать. Рисуем эскизы. Прорисовываем эскиз спереди-сзади, передаем конструктору. Конструктор разрабатывает лекало, делает описание. Я забыла включить, у нас еще табличка с описаниями размеров, конечно же. Я ее забыла включить. Вот они лекала с раскладкой на каждый размер, три размера, плюс описание. Табличка была с размерами, чтобы можно было померить, естественно. Но вот так вот у меня выглядел конфекцион. То есть, видите, сфотографировала. И так было удобнее производство. Почему так было сделано? Потому что на производство были привезены вот именно эти там бобины и мотки. Соответственно, они когда смотрят, они визуально сопоставляют, и им так удобнее. Но опять же, печатали они на черно-белом принтере. Да, так из телефона подглядывали, но на черно-белом был напечатан. Вот у нас получились фуди. Сустреальный совершенно пример. Вот в таком формате. А это пример полной технологической документации, которая отправлялась в Китай. И вот это, наверное, такой самый полный документ. Часто их делают в больших компаниях, когда производство за рубежом. Здесь работает несколько человек. Притом тут может быть отдельно принтист, отдельно конструктор, отдельно дизайнер, отдельно конфекционер, продукт-менеджер. То есть, это большой-большой такой объем работы. Так выглядит конфекцион. Смотрите, если в предыдущем случае, как я вам показывала, у меня на картинке были фотографии, и этого было достаточно, то здесь этого недостаточно. Здесь прописывается, что это, где это находится, какого это цвета, какого это производителя, потому что производство само будет запрашивать и закупать, чтобы у него были все контакты. То есть, это все утверждено между собой, и они будут обращаться по данному артикулу к данному поставщику и закупать то количество, которое у них будет заказано. Просто здесь разный объем. Если там мы говорили про худи, да, ну там объем там 20, 30, 50 штук в зависимости от цвета, то здесь мы говорим с вами 700, 800, 1000, 2000 штук. И с китайцами в этом плане попроще, потому что российские фабрики, твоим ковклювики все-все-все приносишь, и потом смотришь, чтобы они правильно, в правильное место применили. Китайцы сами там это все будут суетиться, и с ними в этом проще, но надо знать менталитет, чтобы их правильно контролировать. Вот такой, смотрите, большой конфигцион здесь все. Все от пакетиков, которые должно положиться, от пуговки, от ниточки, которым пришиваются пуговки, от ниточки, которым шьется подкладочка. Вот все-все-все, что есть, здесь включено. Поэтому он такой длинный. Это вот я уже пролистала 5 страниц, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Да, вот начало, раз, два, три, четыре, пять. Вот такой длинный. Все тесемки, все стикеры, все-все-все написано, где, что. И, смотрите, документация идет по-английски, потому что это у нас будет производство в Китае. После этого у нас идет то, что я вам, помните, показывала, как мы будем измерять наше с вами изделие. Здесь тоже это внутренние швы, техническое описание дизайнера, основные швы, технолог тоже, конструктор подписывает. Измерения, файл с лекалами. Он отдельно отправляется. Надо договариваться с фабрикой, в каком формате они смогут принять. Иногда некоторые требуют распечатанные. Могут ли они распечататься или нет. Схема градации. Иногда отправляют сразу градацию с лекалами. То есть, ну вот, как я вам в предыдущем моменте показывала, там мы делали. Технолог. Технологические схемы. Как эти швы выглядят, как они и где они применены. То есть, все это описано. Вот, смотрите. С фото-примерами. Часто фото-примеры очень выручают, как должны правильно быть пришиты лейблы. И дополнительный пример в стирке, потому что это джинсы. Второй вариант прорабатывал с две опции. Опция один, опция два. И уже завершающий такой внешний вид от дизайнера. Вот так это все выглядит. Еще раз повторюсь, это не истина в последней инстанции. Это мой личный опыт, с которым я сталкивалась. То, как мы работали. Как видите, тут и китайское, и российское производство. Вот я вам показала, да. Как бы что было, что стало и как это все произошло. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, мне пишите. Буду рада вам помочь. Если есть какие-то темы вас интересующие, тоже напишите мне. Я тоже буду рада помочь создать новые видео и сделать вашу жизнь немножечко проще. Соответственно, всех специалистов задействованных я перечислила. Все, что должно входить, я перечислила. А вот как это будет выглядеть в каждой конкретной компании, это очень индивидуально. Здесь нестандартизированная система и очень зависит от производства. Где-то нужна дизайн документации, где-то нужна полная технологическая документация. Но отправляя полную технологическую документацию, вы получите уже готовое изделие. Но это сложная логистика между фабриками, чтобы они могли друг у друга купить, заказать. А когда более упрощенный вариант, вы сами это закупаете. То есть должен быть еще и снабженец. А вот такая вот история. Жду ваши отклики, ваши комментарии. И не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы дизайна одежды. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.